Активная циклоническая деятельность, наблюдающаяся над территорией Урала и Сибири, которая в ближайшие дни обеспечит регионы обильными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом предупредили в гидрометцентре России. 17 апреля уральский циклон переместился восточнее. Ненастная погода ожидается в Западной Сибири, однако помимо осадков жителям стоит подготовиться к значительному похолоданию. У границы с Монголией осадки временно прекратятся. Центральная и южная части Красноярского края окажутся в теплом секторе циклона. Температурный фон пока будет превышать норму на 2-4 градуса, но ненадолго. В Омской области снег, в Хакасии сильные осадки, усиление ветра. На большей части территории Урала и Сибири станет холодно, однако к выходным, начиная с севера, температурный фон начнет повышаться. В конце рабочей недели сильные осадки на востоке Сибири сохранятся. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Тувы резко похолодает. Температурный фон понизится на 5-7 градусов. Если днем 18 апреля там плюс 7, плюс 12 градусов, то 19 апреля уже чуть выше ноля. На юге Урала ночью ожидается минус 8, минус 3 градуса. Днем плюс 4, плюс 9 градусов, рассказали в гидрометцентре. Кроме того, Федеральное управление автодорог Енисей информирует о возможном осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки на федеральных трассах Красноярского края, Хакасии и Тувы в связи с дождем и мокрым снегом, понижением температуры и сильным ветром. Более 300 единиц спецтехники мобилизировано для борьбы с непогодой на федеральных автодорогах Р-257 Енисей и Р-255 Сибирь. В настоящее время движение на трассах осуществляется в штатном режиме. Однако в Новосибирской области закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 Сибирь и Р-256 Чуйский тракт. Причина – сильный боковой ветер, дождь, снег, ограничение видимости.